В республике активно развивается экспорт товаров и услуг. За первый квартал выручка составила более 11 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за 10 лет. Отечественная продукция востребована за рубежом. Белорусским производителям сейчас важно воспользоваться возможностью и занять ниши. Сегодня для нас в приоритете евразийский рынок. На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока. Теперь специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки с 50 до 100 процентов с проведением большого числа испытаний. Наша атомная станция имеет улучшенные технико-экономические показатели. Их главная особенность – надежная система безопасности. В белорусских вузах стартовала подача документов по целевому направлению. В этом году есть особенности – одно внутреннее испытание в устной или письменной форме. В состав комиссии будет входить преподаватель института и учитель, чтобы повысить объективность оценки. Отметка за экзамен суммируется со средним баллом аттестата. Так выстраивается конкурс. В Беларуси подорожала коммуналка. Напомним, традиционное повышение тарифов на ЖКУ проходит в два этапа. Первый был реализован в начале года. Тогда сумма платежей увеличилась на 9 рублей 53 копейки. Теперь выросли цены на отопление и подогрев воды. Прибавка составит 4,39. В прошлый раз увеличение стоимости тепловой энергии было в 2021. Развитие внутреннего туризма в Беларуси получит новый импульс. Ставку сделают на изучение исторического наследия, разработку нестандартных маршрутов и национальных гастротуров. С каждым годом растет спрос на путешествия по родной стране и оздоровление в наших санаториях. Это, кроме прочего, дает дополнительные возможности для создания рабочих мест.